В данном видео вы узнаете все, что известно о зомби-нацистах, показанных в диалоге «Операция Мёртвый снег», об их способностях, происхождении, слабостях и о многом другом. Айда за покупками! Может лучше посмотрим в интернете, где дешевле? Нет, всё будет хорошо. А надо было воспользоваться удобным и многофункциональным сервисом e-каталог. Здесь не продают товары, а помогают выбрать наиболее выгодные и качественные предложения для последующей покупки. e-каталог покажет все характеристики выбранного товара, отзывы, фотографии и даже видео по нему. А самое главное, все магазины, продающие нужный вам продукт и их цены, помогая выбрать оптимальный вариант. Что важно, сервис бесплатен и доступен любому желающему. Ссылка в описании. Зомби-нацисты являются частыми гостями как фильмов, в котором, например, относится «Адский бункер» или «На волне ужаса», так и игр, таких как «Call of Duty» или «Sniper Elite». Обычно за их создание отвечают либо не вполне адекватные учёные с их секретными экспериментами, либо сверхъестественные силы, либо химическое оружие или проклятие, которое было на них наложено из-за чрезмерной жадности и жестокости. Исходя из названия, понятно, что зомби-нацисты появились ещё в процессе Второй мировой войны, но часто, по тем или иным причинам, они не могут покинуть место своего пребывания, пока для этого не будут выполнены определённые условия. В случае зомби из фильма «Операция Мёртвый снег», причиной пробуждения стали охраняемы ими сокровища, которые по незнанию забрала с собой одна из героинь фильма. Но для начала немного истории о появлении, а после подробнее о самих существах. Главным антагонистом диалогии является полковник Херцег, возглавляющий небольшую армию нежити, которая без раздумий выполняет все его приказы, жестоко убивая любого человека, вздумавшего посягнуть на их богатство. Ещё во время Второй мировой войны, боенизированные эскадроны смерти нацистской Германии под предводительством указанного ранее полковника, на занятой ими территории Норвегии в течение трёх лет насиловали, пытали и убивали местное население. Когда к позициям нацистов начали подходить русские, а исход войны стал более-менее понятен, Херцег отдал приказ своим солдатам обойти каждый дом и забрать всё, что даже отдалённо напоминало серебро или золото. При этом всех несогласных убивали на месте. Чаша терпения жителей переполнилась, и они в количестве трёх тысяч человек, взяв топоры, виллы, косы и ножи, напали на своих мучителей и перебили большую их часть. Потерпев фиаско, полковник с оставшимися людьми скрылся в горах неподалёку от Оксфьорда, где обмазанный золотом, переполненный ненавистью и злобой, он замёрз насмерть. Та же участь ожидала и его солдат. Однако из-за своей чудовищной сущности, Херцег не только смог восстать из мёртвых, но и получил возможность создавать себе подобных. Но об этом чуть позже. Зомби-нацисты, показанные в фильме, по словам сценариста и режиссёра Томми Виркола, являются слегка упрощённой версией драугров, нежити из скандинавского фольклора, которые защищали свои сокровища, украденные ими ещё при жизни или уже после неё. И драугры, и зомби-нацисты большую часть времени обитают в местах своей смерти, охраняя свои богатства. И те, и другие являются воскресшими трупами, которые сохраняют своё материальное тело, способные выполнять некоторые функции, что были у них ещё при жизни. При этом зомби из фильма имеют определённые действующие физиологические процессы. У них работает система кровообращения, а при получении повреждений они испытывают болевые ощущения, хотя и не такие сильные, как живой человек. Остаётся возможность говорить, но в большинстве случаев они просто молчат или рычат. Зомби могут смеяться, а также испытывают явное удовольствие от чужих страданий и убийства живых людей. При нахождении в движущемся транспорте их может укачать со всеми вытекающими из этого последствиями. Господи, запах омерзительный. Функционируют и другие процессы выделения, свойственные живым людям, но зомби-нацисты на них не обращают никакого внимания. Работают органы чувств, что даёт им возможность понимать команды, видеть и слышать противника. Обосрались, некрофилы петрючие! Хорош, дохлый хер, сосать! Может, это перебор? Вдруг они обидятся? При этом, кроме исполнения приказов своего повелителя, их почти ничего не интересует. Зомби абсолютно наплевать, как они выглядят, какую одежду носят и все ли их части тела на месте, но это относится почти ко всем монстрам данного типа. Если говорить о глазах, то у драугров они могут быть обычные, светящиеся или вовсе отсутствуют, что им совершенно не мешает. А в случае с зомби-нацистами отсутствие глаз делает из них довольно бесполезных противников. От драугров зомби-нацистам досталась и сверхчеловеческая сила. Даже обычная нежить уже значительно сильнее любого человека. И без труда ломает кости, дробит черепа, вышибает двери и пробивает деревянные стены. А полковник Херцог обладает еще большими физическими возможностями и невероятной регенерацией, благодаря которой он способен восстанавливать любую часть тела, используя чужие запчасти. У всех созданий данного типа наблюдается повышенная выносливость, позволяющая бежать долгое время, не испытывая никакой усталости. Стоит отметить, что зомби-нацисты лишились множества способностей, свойственных драуграм. Они не могут увеличивать по желанию свои размеры, не способны появляться из могил в виде дыма, проходя в таком виде сквозь камни, не могут сводить людей с ума, входить в их сны, предсказывать будущее и превращаться в животных. Все это делает их не магическими созданиями, а скорее проклятыми, что несомненно идет данному фильму только на пользу. Зомби-нацисты, несмотря на внешнее отсутствие интеллекта, способны действовать скрытно, нападать внезапно и оценивать ситуацию с помощью биноклей. Атакуя противника, они чаще всего будут использовать свои руки или зубы, но при необходимости могут воспользоваться подручными средствами, например, дубинками, молотками или ножами. Некоторые зомби даже способны управлять сложной техникой. Самый верный способ убить драугра – отрубить ему голову, сжечь тело и бросить пепел в море. С зомби-нацистами все обстоит намного проще. Несмотря на большую силу, они довольно хрупкие и могут погибнуть почти от любого физического воздействия. Нежить, обладающая магическими возможностями, как полковник Херцог, может воскрешать трупы, причем как людей, погибших при обычных обстоятельствах, так и заново понимать только что убитых зомби. Но для этого должны быть соблюдены несколько условий. Тело должно быть неразложившимся, более-менее целым и обязательно с головой. Отсутствующие конечности можно легко заменить подручными средствами. Изначальное превращение в зомби-нациста тоже имеет несколько особенностей. В большинстве случаев тела покойников должны находиться не в горизонтальном положении, а сами люди при жизни должны быть невероятно злыми и жадными. Другими условиями могут быть нежелание расставаться со своими сокровищами или какие-либо незавершенные дела. В фольклоре драугры, ранив или убив человека, превращают его в себе подобного. А с зомби-нацистами не все так просто. Укусы, попадание крови или другой жидкости на человека не превратят его в одно из таких существ. Это может сделать только тот, кто обладает необходимой способностью, да и то только с трупом. Однако, благодаря укусу, организм живого человека совершенно спокойно отреагирует на пересадку конечностей от зомби, если, конечно, у кого-то хватит на это ума. Это все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и группу ВКонтакте. Спасибо, и если ваши друзья пригласили вас на отдых в уединенный домик в жопе мира, а вас зовут не Эш или Мартин, то, скорее всего, вам следует отказаться, а не то вы можете потерять девушку, руку, член, жизнь. Я предупредил. Я говорил, на море надо было ехать. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин